Девушки отдыхают Откуда такие нытики берутся? Лишь бы пожаловаться, работать не хотят, ничего не хотят Брата, народ всегда недоволен, помогай, не помогай Просто я одного понять не могу Вы же миллионер, такой миллиардер же вы, еб*** Ладно, раньше там депутаты мажориса были Какие-то интриги есть, полномочия есть, министерство, где вы только не работаете Маслихат, зачем ты у нас зарплата нет? Депутат Маслихат, это ничего не знаю Я знаю, знаю, знаю Просто времени много И потом тойда, тост, вернчеверет Да заряда, это чрезвычайно что ли? Разрешите? Че там? Маслихат, в общем, мы подарок купили и тому человеку уже передали А, хорошо Зачем это? Какая? А, шеф там, тысяч четыреста всего лишь осталось И че? Копейка рубль бережет, если б не эти мелочи, я б не стал таким Акель? Конечно Кутира нам Еще что-то? Да, шеф, там женщина с просьбой обратилась В общем, у нее ребенок сильно болит, ей деньги нужны, около 20 миллионов тенге Пусть какие-то другие варианты поищут Фонд обратится Не знаю, работу найдет Че сразу у меня просить? Скажи, нету денег И меня тоже нету Пусть не ждет Я, шеф, понял Странно, рожает детей, потом уходит А это х** Алло, да, Жан Жан, не отвлекает? Ага Жан, я тут в Вивлево-магазине стою И тут такое красивое колье, блин Я сразу влюбилась Ну вот думаю, брать или не брать Сколько? 30 тысяч долларов стоит 30 тысяч долларов Что вы стоите? Ну, возьми Жаном Моей карточкой оплати все Давай Спасибо Я лучше своей жене куплю Так, конечно Чем каким-то левым отдавать Конечно, я тоже вашей жене купил бы лучше Ох, мне пора уже Все Че там? На обеих жонолюги Сейчас приеду с ними Вытрек, пообщаться надо Давайте я с вами тоже поеду Нет, нет, ты давай Сразу в ресторан езжай Сейчас через час гости подъедут Все, там увидимся Да там все нормально же, че Весь объект Здесь парки будут То есть все так, как вы любите Пожалуйста, другое Следующий Итак, давайте продолжим У кого следующий вопрос Следующий вопрос Можете, пожалуйста, дать корректный ответ Что вы тут собираетесь строить? Это же заповедная территория Не, мы понимаем, что это заповедник Но мы же не забираемся здесь все закрывать, правильно? Мы просто какую-то часть земли арендуем И хотим построить коттеджный городок Новостной портал Алматинская правда Скажите, пожалуйста, зачем нужен этот коттеджный городок? Вы вообще понимаете, какой ущерб вы наносите природе? Мы, конечно, понимаем, но вы тоже поймите Я на этот вопрос сам отвечу Ущерба никакого не будет Мы в первую очередь пытаемся сохранить природу, экологию Вы поймите, что это будет не просто коттеджный городок Здесь будет парк, здесь будут все условия Мусорки, биотуалеты Все как положено Мы же для вас, для людей стараемся А вы можете сказать, кто вам дал разрешение на строительство? И вообще, есть ли оно у вас? Конечно, есть Остались кое-какие формальности Но в ближайшее время мы предоставим паспорт объекта Вся документация будет на нашем сайте Я понимаю, при строительстве других объектов Да, были такие случаи, когда портили экологию, природу Но мы этого делать точно не будем Вы поймите, мы этим самым объектом будем привлекать туристов Это что? Это для народа хорошо Это для государства, для нашей экономики хорошо Это для вас, для чиновников хорошо Вы, как обычно, прикрываетесь народом, государством А на самом деле вы преследуете здесь свои личные интересы Это ведь так? Вот что за такое? Вот кто вам такое сказал, а? Вот имейте в виду, я вот за такую клевету могу на вас суд подать Я уверен, если глубже копнуть, то на вас тоже можно в суд подать Слушайте, вы кто, что, копать на меня, а? Вы прокурор, что ли? Нет, я журналист, я общественный Слушайте, вот идите и занимайтесь общественностью, хорошо? Если хотите разбираться, то идите к тем людям, которые нам разрешение дали Что это такое? Айналайм, понимаешь? Такое, это басын бгатормаш, бенди бэрзан Все, всем спасибо большое На сегодня Нет, ну, как всегда, вы на конкретный вопрос корректно не ответили Господин депутат, если вы по закону работаете, то откуда у вас такая машина? Я тебе сколько раз говорил, чтобы на пресс-сухах присутствовали только свои проверенные журналисты? Понял Узнай, от кого он шагает, под кем ходит Вдруг на эту землю еще кто-то метит Принял, шеф, сделаем, сделаем Шеф, сейчас сразу в ресторане, да, или барат? Давай сразу в ресторан, кунактар, кунактар, кунактар Братан, риндж мессендир Такой небольшой тост, без очереди Братан, вы знаете, как мы вас любим, уважаем, ценим А мамбол у нас самое главное Сегодня не только день рождения у нашего брата Мне кажется, сегодня еще юбилей нашей дружбы Расскажи, братан, 15 лет О, стоп, стоп, 16? Ты куда год выкинул? У меня ровно год ушло, чтобы я вот их двоих перевоспитывал Если б я тогда вас с базара не вытащил бы, там бы гнили бы до сих пор Конечно, братан, я всегда говорю, рахмет вам, да Было время, да, и базар... Сол, братан, с днем рождения вас Я всегда говорю, братан, кем вы только не были, где вы только не работали, да Таможня, полиция, налоговая, там, следователь, депутат, министр, опять депутат, я не знаю, кто вы там еще были Депутатом Маслиха там сейчас стали Это временно, временно Скоро каким-нибудь министром стану и капусту рубить будем Куда я голоса? Куда я голоса, братан, конечно Сол, рахмет вам Спасибо вам, джинги Мне кажется, вы украшение этого стола Рахмет сизге, что всегда рядом с ним, с нашим братом Поддерживаете, без гей Главное, шайберку, рахмет сизге Сол, брат, да ладно, не буду долго затягивать свой тост Кашигрым от нас подарок Кашигрым, кашигрым Да, Рагет? Да Так, вот, братан, здесь документы на арабского коня Скакун арабский, понимаете? Миллион туда, миллион сюда, куда я ваш кур, да, это вот вам Рахмет, рахмет Предки этого скакуна катали самого шейха, представляете? Сол, как бы на лошадь сели, а как без чапана? Друзья, Ракет, давай сам Да, точно Давай, чапан Ну, Маке Ракет сам лично его заказывал Полностью ручной работы Нашибка сделана из золота, брат Долотому человеку, золотой чапан, как говорится Сол, брат, также такой, на заказ заказали Персидский меч У него там своя история отдельная Вот, Сол, братан, хотим вам подарить Это не просто меч, чтобы вы всегда защищались от своих врагов, завистников У нас тоже есть такой меч, и у Раке, и у меня Чтобы вы всегда знали, что сзади вас стоим мы В любой момент, с кем надо, с ними и подеремся Ради вас любой вопрос, и в огонь и воду Рахмет Конечно, самые красивые цветы Ой, Рахмет Давайте, поздравляю вас Блин, Деньгемезенде самый красивый цветок, да А у него самый лучший садовник За нашего брата до конца Так, стоп, 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 Тартанер Вот сейчас Арсен сказал, вы, ты, ты, вы поняли, да, что он имел в виду? Он имел в виду Держитесь за меня, и у вас все будет хорошо Ай да то Гамбэй, до конца, давайте, я сижу, кто не пьет Ах, штрафной будет, давайте Слежу, слежу я, кто до конца пейте И что потом? И целый журналист, Сергей, брат, звонялись Там, кстати, среди них один говнистый был Вот его надо найти потом, и разобраться, кончить его нужно А братан, не переживайте, я же у вас есть Это псевдо, я не знаю, как их там, патриоты Псевдо эти, б***, журналисты Да я заткну их, они повоняют и исчезнут Вы же знаете, самая главная наша идея Там, если построим то, что мы задумали Все, за квадрат метр, шесть тысяч долларов Вы представляете? Там-то все решено уже А сколько земли-то? Я извиняюсь, но, к сожалению, здесь курить нельзя Ты что, не видишь, мы разговариваем? Кто сказал, что здесь нельзя было? Это правила заведения И что? Правила придумываются, чтобы их нарушать, правильно? Я понимаю, но, к сожалению, была ситуация Гости устроили пожар у нас Ты на нас посмотри Мы что, на тех баранов похожи, что ли? Мы другие, видишь, мы чуть воспитанные Интеллигентные, умные люди Все, иди, не напрягайся Че ты ходишь, б***, напрягайся здесь Братан В принципе Да Ты что делаешь? Оборзел, что ли? Блин, ты че говоришь? Че, тебе б*** позолотая, что ли? Расслабься В руки что распускаешь? Э? Овца, б***, ты че раскудахталась? Ты знаешь, что я такой? Кто? Невоспитанный хам? Вообще-то у меня муж и трое детей Э, ты че дура, б***, сиди дома тогда, не работай, с мужем сиди, б*** А это вообще-то не ваше дело Ты че такая наглая, а? А он-ка шахар ж хозяин, б***, хайрат шахар Максадор Леонидович Ярдур спа? Как проходит ваш праздник? Плохо, хайрат Очень плохо Э? Она администратор шлорн хайратантова гансира Гнать надо таких Кузумур А че она сделала? Крубить моим гостям Маган все изгайрат Слушай, наглая такая Давай, увольняй ее Максадор Леонидович Я-я-я-я-я-я разберусь Я разберусь и мисс Я тебе сказал, увольняй Максадор Леонидович Просто, ну Понимаете, у нее трое детей И че? Твои, что ли, дети? Или она со мной советовалась, когда рожала? Э, стоп! Я конкурс придумал Кто самый смешной анекдот расскажет Тому 10 тысяч долларов Эх, женам своим хоть нормально белье купите Давай, Абзал, начинь Попробовал Я че-то, видимо, беремок Окей, 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 окей Че такое? Окей Дверь, открой, дверь, открой Чтоб воздух Дверь, открой Задите Дверь, открой С пробуждением, Макс Аддавлетович Ты кто? Врач? Нет А кто ты? Что здесь делаешь? Меня к вам послали Кто послал? Откуда? Оттуда Оттуда? С антикором, что ли? Нет Выше Прокуратура Комитет Да И совершенно что интригу создаешь Как же вам это объяснить? Я ваш представитель от Бога От Бога? Администрация президента, что ли? Нет Я от настоящего Бога И какой Бог Ты что Уходишь, что ли? Вы уже очнулись? Выведи его отсюда Кого? Его А его выведи Кого его? Ты что, слепая, что ли? Его выведи, говорю Можешь не стараться Она меня не видит Только ты Вы что Вы что Угораете, что ли? А? Помощник мой здесь Ужас Да, шеф Шеф Как вы? Нормально Его Уведи отсюда Кого? Ты что, тоже слепой Его Выведи, говорю Я тебе еще раз говорю Меня никто не видит Только ты Ой, че Разыгрываете меня, что ли? А? Успокойтесь Как не видит? Успокойтесь А ну-ка, выведи его отсюда Это нормально У вас небольшие галлюцинации Сейчас доктор придет И он вас проконсультирует Успокойтесь, расслабьтесь Отдохните, хорошо? А вы пойдемте со мной Все хорошо Шеф Вы не переживайте Я уже позвонил в горздрав Все будет нормально Пойдемте Все Закончилась истерика Убедился? Это просто галлюцинация Мне надо поспать Мне надо поспать, поспать Он перенес микроинсульт Состояние сейчас стабильное Но Обследовать нужно В любой момент Он может все измениться Слушай, ты же главврач, правильно? Тебе сверху позвонили Здравоохранение в курсе Все там в курсе Так что смотри Если ты в себе не уверен Ты скажи нам Человек-то серьезен Надо будет в Израиль В Турцию эту землю А там будем лично Ни в какую Турцию не надо У нас есть ли условия хуже, но врачи отличные Можете быть уверен Я в них уверен, а в тебе не уверен Понимаешь? Поэтому Если не дай бог с ним что-то случится Придется уйти с работы Ты же понимаешь? Все, давай Хорошо Скажем Слушай, может все-таки в Турцию или в Израиль я не знаю Да какой-то мутный этот врач Да и ты же знаешь сам Реке Как дела? Нормально? Ну ты че скажешь? В общем, насчет Махсад Давлетовича Можете не переживать Все как положено Все условия создадим Вот в тебе я верю Поэтому держи эту папочку Если ты почувствуешь, что наш братан Где-то че-то уже Ну ты понял, да? Тогда сразу Отдашь эту папку, пусть все распишется Ну скажешь там, за лекарства надо оплатить Он вряд ли ты себя в таком состоянии Че ты будешь смотреть Окей? Понял, Реке Как скажешь? Между нами Все? Хорошо Давай, удачи Че брат, че так смотришь? Ничего личного, только бизнес Проснулся? Опять ты? И че тебе надо? Слушай, я понимаю, ты немного в шоке Все-таки мы приходим не ко всем Только таким, как ты Ну и какой я? Ты... Как это по-вашему? Ты очень плохой человек Который уже начал наглеть Ничего Таких, как я, знаешь сколько Еще похуже есть Вон, иди к ним У них есть свои представители от Бога Я лично твой Или ты мой Неважно Хорош уже кино играть, а? Бастерингом Кому надо позвонить? Я вижу, ты совсем слов не понимаешь Я же говорю, я представитель от Бога Значит Бог мой бастер Ты же видишь, я только после инсульта Мне нельзя нервничать Какой Бог, а? Ты от президента? Говори прямо Почему ты сравниваешь президента с Богом? Он такой же человек, как и все другие Просто на него возлагается больше ответственности Вот и все А что ты несешь? Ладно, сколько? Что сколько? Сколько тебе денег дать, чтоб ты Ушел? Ты даже с представителем от Бога хочешь деньгами договориться Что ты за человек такой? А ты что, хочешь чтоб я тебе поверил? Конечно У тебя нет другого выбора Ты за всю свою жизнь сделал очень много плохих вещей Много жизней сломал А Бог дает тебе еще один шанс Какой шанс? Короче, ты меня за***** Я тебе сейчас устрою, он за***** Омер! У него остановка, дефибриллятор срочно Давай 200 И отойди Разряд Бесполезно Давай 300 И готовь адреналин Разряд? Бесполезно Адреналин, бегом! О! Тойлень тоже поднимается Давай, Леня Я как услышала, что с ним случилось Я сразу приехала сюда Скажите, пожалуйста, как он себя чувствует? А вы кто? Вы жена его? Нет Я его бывшая жена Ну, вы сильно не переживаете? В его возрасте инсульт это нормальное явление Единственное, нужен постоянный уход Ну, это понятно Я просто переживаю, чтобы с ним ничего не случилось Ну, дай Бог поправится Скажите, пожалуйста, каковы его шансы? Честно? Тут не предугадаешь Ах То есть вы хотите сказать, что он может покинуть нас в любой момент? Я как врач вам врать не могу Да, все возможно Господи То, что ты так с нами Верно, Раскарович Я бы хотела попросить вас о небольшой услуге Если вдруг с ним что-то случится, не дай Бог, конечно Вы не могли бы передать ему эти документы? Чтобы он их подписал Вы ничего не подумайте, пожалуйста Хорошо, а что за документы? Это по работе, по дому Дело в том, что у нас с ним общая дочь И я должна думать о ее будущем Мне ничего не надо, просто у него молодая жена И эта дама такая ушлая Что мне приходится заранее все делать Хорошо, я вас понял Оставьте здесь Вы ничего не подумайте Я очень сильно за него переживаю Я хочу, чтобы он выздоровел Просто... Я вас понял Не переживайте Спасибо большое Спасибо большое Проснулся? Что? Теперь-то ты все понял? Я понял Что? Что тебе от меня нужно? Тебе надо извиниться перед людьми, которых ты обидел Ну... Их как бы там много было Что, прям перед всеми? Дорогой мой Извиняться перед всеми у тебя всей жизни не хватит Там 168 человек Но среди них есть 39 Которые очень сильно на тебя обижены По сей день Понимаешь, у каждого человека есть своя чаша И твоя чаша переполнена Подожди, значит не нужно просто извиниться? Не просто Надо извиниться так, чтобы они тебя простили Да По штуке долларов дам, простят, куда денутся Господи Почему вы все измеряете деньгами? Вы в этом мире все какие-то неправильные У вас ценности сбиты Власть, деньги, авторитет Там этого ничего не будет Там будут смотреть только на вас На ваши деяния На вашу совесть Ну что я поделаю, у нас тут так У нас просто так никого не прощают В любом случае что-нибудь да попросят Ну, значит надо будет дать Дать? А если машину попросят? Или квартиру? А какая разница? Придется дать Откуда я возьму такие деньги? Отсюда Это что? Это все твои банковские счета Со всех банков мира Там написано откуда Что? Подожди, ты Ты где это взял? Это же Это швейцарский банк У них знаешь какая конфиденциальность? Они уже лет сто пятьдесят репутацию держат Теперь ты веришь, что я представитель от Бога? Теперь верю Хорошо, что ты не в антикоре работаешь Подожди А как я найду этих людей? Если ты говоришь за всю жизнь, я даже их не помню Не переживай Меня же не просто так к тебе прислали Я знаю где они А если не извиняюсь? Тогда ты сразу отправишься на тот свет Халай Я понял Можешь, пожалуйста, пугайся словами Глядишь же больно Я знаю Ты тоже многим людям больно сделал Так что собирайся и пошли Как пошли? Я же болею Я тебя вижу насквозь Ты здоров Бог тебе дал такое здоровье Так что не отмазывайся Пошли Шеф, с вами точно все нормально? Ты до этого в палате точно никого не видел? Нет Может, это сон? Сюда иди Ну-ка, бей там мне бреша палат, верш? Шеф Бей, бей, говори, не бойся Шеф, как я вас? Да, бей, говори, не бойся Ну, шеф, я... Ой, да бей, говори, что ты капнешь? О, шеф, ты... А я шеф Я шептался, ты уволен Шеф, как уволен, вы же сами попросили ударить Шеф, умоляю, простите меня, пожалуйста, это нечаянно было Шеф, больше не повторится, клянусь Ладно, ладно, шучу Не хватало вообще перед тобой и заняться Лучше не надо... Куда я тут? А там шо, что? Не надо, не кури, это вредно Я просто знаю, кто их придумал Помыслы у него не совсем правильные Кто придумал? Тот, кто придумал алкоголь, зависть, все ваши пороки Не хочу называть его имя И ты же понял, о ком я Теперь по поводу извинений Давай мы начнем с самых свежих Так сказать, с пробников Те, которые ты еще помнишь Например, с администраторшей, которую ты вчера уволил Я там за друга просто заступился Вот пусть он извиняется, иди к нему У него есть свой представитель До своей ошибки он сам ответит Ее уволили только из-за тебя Но она же сама не права была Я народный депутат, младой бас, смей к ней по-человечески А она дерзит, грубит, к старшим вообще ноль уважения Не строй из себя святого Бог этого не любит Просто иди извинись Иди извинись, где я тебя найду? Я ее адреса не знаю Кстати, больше можешь эти вопросы мне не задавать Я все знаю Где они, что они делают Я буду сам тебя направлять Слушай, может все-таки А может быть... Все, все, понял, понял Ну и дверь, а что я и скажу? Много козовый кем появляется, исчезает Нет, нет, этого не может быть тебе это все кажется Максат, Максат, успокойся Этого не было, этого не было, этого не было Что еще здесь? Ай! Так, все, пошел О, привет Вы что тут делаете? Вам не хватило моего увольнения, да? Решили меня добить Имейте ввиду, если вы меня хоть пальцем тронете, я закричу Ну, успокойся, никто тебя не тронет, кому-то нужно Да... Ну, в общем... Чай пришел Я хотел как бы это... Ну... Вчерашний инцидент В общем... Извиниться? Скажи, что ты хочешь, я пойду Как что хочу? Хочу на вас заявление написать То, что вы пользуетесь своим служебным положением Вы у нас депутат оказывается Хорошо Сколько тебе денег дать? Если вы привыкли свои проблемы решать таким образом, со мной это не прокатит Это... Ты что, тоже представитель Бога? В смысле? Вы одно и то же говорите Кто? Я не поняла вас Ладно, забудь В общем, что ты хочешь? Давай я тебя на работу устрою Давай басту на завандем, он тебя обратно возьмет Нет, я не хочу быть что-то в работе Ну, давай я тебя на другую работу устрою, я тебе как мужик отвечаю Видела я, какой вы мужчина Не надо меня никуда устраивать, я сама найду работу Эй, да ты уже заболевала, скажи, что тебе надо, что надо сделать, чтобы ты меня простила Что надо, где ты имеешь? На колени Что? Встаньте на колени, попросите прощения Тогда я вас прощу На колени? Да Встаньте на колени, подойдите Встаньте на колени! На колени, подойдите Встаньте на колени и переведите Засиди, я сам. Ну? Айо, мое! Шеф, что случилось? Все нормально. Ты хочешь, чтобы у меня после инсульта инфаркт был? Что она сказала? Все? Спасибо. Все нормально. Нормально будет тогда, когда ты встанешь на колени и перестанешь меня обманывать. Слушай. Ты же понимаешь, мы ее обидели, но не до такой же степени, чтобы на коленях извиняться. А вдруг кто-нибудь увидит? Или не дай бог, отснимет еще? Я же типа, да. Слушай, халтан, я от полотвой. Слушай, эти ваши звания, должности, это же все время. Зачем вы акцентируете на этом внимание? Ты пойми, вас создали всех одинаковыми, и ты ничем не лучше ее. Я тебе еще раз говорю, не возвышай себя. Бог не любит высокомерных. Так что иди, встань на колени и нормально извинись. Я же сказал, ты будешь делать все, что они потребуют. Нет. Ангел или кто ты там? Меня в свое время ни один бандит, ни один прокурор на колени не смог поставить. И эта соплячка не сможет. Ты понял меня? Вот теперь я вас прощаю. Точно? Претензий больше нет? Нет. Устал? Эй, ебан твой! Слушай, ты не мог бы через дверь заходить, пожалуйста? Ты же видишь, я боюсь тебя? Ты не меня должен бояться, а Бога. Ну, как твой первый день? Тяжело? Конечно, тяжело. Сначала день рождения, потом больница, потом ты. За что мне такое? Что я сделал? Так дальше не пойдет я. С этим надо что-то делать. Я знаю, что надо делать. Надо просить прощения. В начале всегда так. Просто надо учиться легко просить прощения. Слушай, а нельзя их где-нибудь в одном актовом зале всех собрать и оптом извиниться? А? Эх, Максат. Ладно, на сегодня все. Отдыхай. Завтра утром продолжим. Может, лучше к обеду? Зачем с утра? Я сегодня хотел с друзьями чуть-чуть отдохнуть. Ты серьезно? Ты сейчас хочешь со мной договориться? Ну, не то, что договориться. Я по-братски, то есть по-человечески прошу. Запомни, когда ты окажешься там, ты ни с кем не сможешь договориться. Там не будет ни твоих связей, ни твоего статуса, ничего. Там будешь только ты и твоя совесть. Подумай об этом. Хорошо. Господи, за что мне это? У тебя совесть есть? В каком смысле? За что? Сори. Сори. Отдыхай. Отдыхай, Максат. Господи, за что мне это?